МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Они считают издевательством над судебно-правоохранительной системой и ее нынешнее положение. Главная фигурантка дела о миллиардных хищениях через оборонсервис, находясь под домашним арестом, сняла уже второй клип. К тому же устроила его презентацию. У нее есть возможность совершать прогулки, посещать магазины и салоны красоты, организовывать выставки. В основу новой песни лег эпизод обыска у Васильевой, в процессе которого, как сообщали СМИ, были обнаружены тапки большого размера. Не исключено, что Сердюкова. Возможно, произведения, рожденные в СИЗО, будут более глубокомысленными, чем нынешние. Ах, какие тапочки! Ах, какой наряд! Ах, какой ты миленький! Ах, какой закат! Ах, какой наряд! И назначил штраф в пять раз больше, чем сумма, с которой его взяли. 270 тысяч рублей. Может, у препода вуза зарплата маленькая? Вот и не смог удержаться. Мы тоже скидывались этому преподу по пятихатке. Но у него и предмет соответствует. Смоделировал себе экономическую стабильность. А у животных все решается просто – лапа прикладством. Вот, к примеру, лемуры тоже испытывают чувство ревности. Пока сильный представитель приматов отсутствовал, самка нежилась с каким-то парнокопытным. Самец сначала предупредил соперника, но, не дождавшись адекватной реакции, применил силу. Субтитры создавал DimaTorzok Пустить транспорт по путепроводу на улице Торговой обещают в ноябре. А сегодня вечером для проезда должны были открыть еще один участок 24-й Северной. От улицы Герцена до Арджиникидзе. Но вот из-за погодных условий мэрия перенесла съемку и само открытие на другой день, на какой не сообщается. А о тех, кто пользовался этим участком и ждал его запуска в эксплуатацию, как-то не подумали. Так что по-прежнему закрытым остается отрезок от Герцена до Красноярского тракта. А в среду, ближе к вечеру, представители городского департамента строительства обещают пустить транспорт по развязке Королева-Заозерные. Причем 15 октября работы по реконструкции должны полностью завершиться. Посмотрим, как будет на деле. Это несерьезно. В Омске начала работать горячая линия по вопросам, связанным с пришедшими в этом месяце квитанциями за капитальный ремонт. Вернее, даже две. По телефону 900-300 ответят специалисты регионального фонда капремонта по номеру 787-921 представители департамента городского хозяйства мэрии. Пожалуй, чаще всего люди спрашивают, надо ли платить. Надо. В противном случае деньги будут взыскивать через суд. Ну и то, с чем уже столкнулись и мечи. В квитанциях неправильно указана площадь квартир. В таком случае стоит обратиться в региональный фонд. Там внесут изменения. И еще оказалось, что без процентов заплатить за капремонт можно только в Россельхозбанке, а в Омске только четыре филиала. Со временем появится возможность рассчитаться через интернет. На данный момент ведутся переговоры с ООО «Перспектива», который осуществляет прием через портал «Всетутежи.ру». Договор у нас сейчас на рассмотрение. В Омск приедет единственный в мире театр «Кукол в кукле» и не откуда-нибудь издалека, а из Кормиловки. Огромную матрешку высотой почти 7 метров и диаметром 8 привезут на форум «Омская область. Регион социальной активности». Он пройдет 17-18 октября в экспоцентре. Это вторая новая матрешка Владимира Булавина. Ее еще никому не показывали. Нам удалось раздобыть фотографии. В ней также сцена и небольшой зал, поместиться в котором может не больше 15 зрителей, причем малышей от года до 7 лет. В матрешке будут играть кукольные спектакли. В планах Владимира Булавина прийти в каждый двор. Я предполагаю, что можно устанавливать такие павильоны буквально в каждом большом дворе. К примеру, летом в Омске этот павильон на недельку, допустим. И дать возможность ребятишкам поучаствовать в игровых представлениях, посмотреть какие-то развлекательные программы. А уральские школьники будут изучать обязательные предметы в походе, в лесу, парках и ботанических садах. Например, биологию. А вот допустим экономику с экскурсией на завод имени Куйбышева в Нижнем Тагиле. Литературу с посещением божовских мест. Практически под каждый предмет будут подобраны разные маршруты. Профессиональные операторы разработают 33 тура для разных сезонов. Свердловская область не так далеко не исключено, что омские школьники прокатятся и что-нибудь узнают. А на Алтае открыли туристический маршрут по древним местам силы. Он посвящен мифам и легендам предгорного Алтая и проложен в районе строящегося курорта Белокуриха-2. Природные памятники, мимо которых пройдет маршрут, имеют сакральное значение для народов, проживающих здесь. Туристы узнают о поясе Сартакпая, троне неба, долине, где оржаны курят трубки и многих других достопримечательностях. Места давно известны, но из-за удаленности были доступны лишь считанным туристам. А теперь появилась возможность открыть их для всех. В Турцию из Омска не по горящей путевке, а на железном коне 76-го года выпуска. Фотограф Аким Закиров поплощает в жизнь давнюю мечту. На раритетном Мерседесе с друзьями Амич планирует доехать до Стамбула. В планах за два месяца преодолеть 14 тысяч километров, посетить 17 городов и потратить 250 тысяч рублей. Из поездки Амича обещают привезти не традиционные магнитики, а качественные фото и видео о жизни людей из других городов и стран. Эти материалы станут основой проекта не одинаковые. Следить за судьбой омских путешественников можно в социальной сети в группе «Портрет мира». Ребята обещают держать в курсе дела. С собой в поездку ребята взяли камеру зеленого коридора. Автор программы Жанна Толстикова обязательно расскажет о путешествии мечей в новом телесезоне. Завидую и с нетерпением жду эфира. Точно в десятку бойцы омского спецназа полиции взяли золото на всероссийских соревнованиях снайперских пар в Ставрополе. В течение пяти дней сотрудники СОБРов демонстрировали мастерство в сложных упражнениях, максимально приближенных к реальным ситуациям. Среди 10 команд Амичи стали лучшими, второе место взяли представители Ставрополя, а бронзы завоевали смоленские собровцы. Для омской телевизионной компании сильнейшие бойцы не так давно провели открытый урок. Вот небольшой фрагмент тренировки. Ну и коротко о погоде. В среду синоптики обещают до плюс трех градусов, пасмурно, небольшой дождь. Свежая порция новостей завтра за 10 минут до 7, 8 и 9 часов вечера. Включайте и увидимся.